Не только пятница, но и понедельник, 13-е, может быть несчастливым днём. Густой чёрный дым закрыл солнце над улицей Профильной. Здесь загорелся склад. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару третий, повышенный ранг сложности. Пожарные отключили газ и электричество в здании и приняли всевозможные меры, чтобы справиться с огнём и не допустить дальнейшего распространения. С момента прибытия первых пожарных расчётов до локализации огня прошло 5 часов. За это время площадь распространения огня составила более 10 тысяч квадратных метров. На такое быстрое распространение огня повлияли материалы, хранящиеся на складе. При пожаре пострадали более 100 тонн изделий ПВХ, лакокрасочных материалов и оборудования. Только с земли потушить такой объём было очень сложно. Для помощи сотрудники МЧС вызвали авиацию. Сначала вертолёт Ми-8 исследовал территорию, чтобы определить лучшую позицию для атаки с воздуха, а потом уже начал тушение. После разведывательных полётов вертолёт набирал воду в реке Самара и каждые 10 минут сбрасывал на место происшествия более 3 тонн воды. Всего вертолёт совершил 14 сбросов воды. Параллельно с этим горящему складу были стянуты два пожарных поезда и пожарный катер. Железнодорожные пути и водоём находились недалеко от места ЧП. Техника обеспечивала бесперебойную подачу воды. Здесь при такой площади пожара и при тех материалах, которые там находились, конечно же, все виды пожарной техники, которые могут работать в данных условиях, конечно же, вносят свой очень большой вклад. Слаженная работа 209 пожарных и 80 единиц техники позволили сократить площадь пожара до 2000 квадратных метров. Спасатели продолжают проливать сгоревшее строение, а дым от огня и спустя сутки продолжает висеть над городом. Однако предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, заявляют эксперты. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.